Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление и говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена. Сегодня давайте поговорим о том, что я жду по доллару осенью 2022 года. И самое главное, то есть то, что хочется рассказать в этом видео, как же все-таки заработать на движении, зарабатывать ли непосредственно на долларе или есть какие-то другие инструменты, которые позволят непосредственно заработать капитал или сформировать долгосрочный инвестиционный портфель. Что же, поехали. Что же влияет на курс доллара в настоящий момент? Неоднократно это уже было сказано и многими аналитиками. Здесь мне просто приходится повторяться, что сейчас на курс доллара влияют внешние факторы, влияют внутренние факторы. Внешними факторами глобального укрепления доллара, которые мы наблюдаем в мире, является ужесточение денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы США. То есть повышается процентная ставка, сворачивается программа выкупа активов, которая была с сентября месяца до 90 миллиардов долларов денежной ликвидности из финансовой системы Федрезерв вытаскивает. И это, конечно же, сказывается на укреплении доллара. В России, да, то есть при прочих равных условиях, если бы не было никаких санкций, если бы не было никаких ограничений, конечно же, мы увидели бы, что это непосредственно сказывается на России. Но вторым фактором, который присутствует в России, да, как я уже говорил в одном из видео, состоит в том, что у нас в свое время была очень высокая привязка к ценам на сырьевые товары, да. То есть цены на газ, цены на нефть находятся на высоких значениях. Энергокризис в Европе и в России сейчас вот как внешние факторы давления на рубль, то есть укрепление глобального укрепления доллара, так и классические факторы, которые до недавнего времени действовали, они перестали работать. То есть в России сейчас определяющим фактором является баланс экспорта и импорта, да, то есть сколько мы продаем нашей продукции, наших товаров, нашего сырья на экспорт, и сколько мы получаем от этого валютное выручение, и сколько мы импортируем. То есть если доллары приходят в страну очень много за то, что продаются наши сырьевые товары, раньше вот этот объем долларов, который приходил, их забирали импортеры, да, то есть компании, которые занимались импортом, то есть привозили импортные товары, импортные продукты, импортные товары народного потребления, автомобили, да, то есть импортеры, соответственно, забирали вот этот вот доллар. Сейчас этого нет. И, соответственно, вот именно вот это непосредственно давлеет сейчас на России. Еще одним фактором, который говорит о влиянии курса рубля, это инструменты Центрального банка, которые позволяют управлять валютным курсом, то есть если курс чрезмерно низкий рубля, то в этом случае Центральный банк продает валюту, покупает рубль и наоборот, если, соответственно, происходит укрепление рубля и ослабление доллара, Центробанк наоборот продает валюту и таким образом покупает рубли для того, чтобы нивелировать этот фактор. У Центрального банка этот инструмент выбили из рук, его сейчас как такового нет, но что нам важно? Нам важна наполняемость бюджета страны. Бюджет страны формируется за счет налогов. Соответственно, основной риск, который наблюдается в настоящий момент, это риск глобальной рецессии, риск глобальной падения экономики, риск глобального потребления сырьевых товаров и то, что цены на сырьевые товары могут снизиться. И это очень такой большой риск, который действительно сейчас присутствует, потому что экономика США уже два квартала в рецессии, экономика еврозоны находится в рецессии и рецессия это падение экономики, это рост безработицы, это падение ВВП непосредственно, то есть меньше потребляют, меньше производят, меньше нужно ресурсов для всего этого потребления. Я это говорю про то, что сейчас основным фактором укрепления рубля большой дисбаланс между тем, что мы продаем на экспорт за валюту и тем, что импортеры забирают валютную выручку. Импорт не восстановился и вряд ли восстановится, но тем не менее постепенно он восстанавливается. Какие выводы из этого можно сделать, какие ожидания можно сделать на осень 2022 года? Сейчас начинается отопительный сезон в Европе, европейские правительства выделили компаниям энергетическим практически безлимитные средства для закупки газа практически по любым ценам, чтобы подготовиться к отопительному сезону. И так как они на споте покупают по любым ценам, мы видим, что там цена достигает 3 700 тысяч долларов за тысячу кубометров, потому что нет лимита как такового установленного. Ищутся альтернативные поставщики, но что касается, тоже хотел поговорить про альтернативных поставщиков, про то, что говорили о том, что Америка нас спасет, да, Америка нам поможет, будут ввести сжиженный природный газ, но суть в том, что сжиженный природный газ, он требует обратной рекуперации. То есть сначала газ добывается, потом на специализированных заводах он сжижается, заливается в танкеры, танкером нужно проехать определенные расстояния, сжечь солярку, приехать на разгрузку, и на разгрузке он должен прийти на терминал, в котором вот этот вот газ переливается, и потом он обратно перерабатывается в газообразное состояние, чтобы попасть в газотранспортную систему. Таких мощностей недостаточно, таких мощностей их просто нужно построить, и они достаточно дорогостоящие. На это требуется время. Почему я сейчас про это говорю? Я говорю про это, что можем краткосрочно, мы можем теоретически увидеть укрепление рубля до 55 рублей за доллар, но когда мы говорим про бюджетное правило, когда мы говорим про наполняемость бюджета, это правительство уже заявляет, что такие цены, там 55-60, они неприемлемы. При таких ценах очень серьезные проблемы возникают у экспортеров, особенно у металлургов. И сейчас правительство находится в активном поиске инструмента, который позволит влиять непосредственно на курс. Если этого не получится, инструмента рыночного найти, я не исключаю того факта, что будет найден какой-то нерыночный инструмент, какой я пока предположить не могу. Курс, который нужен правительству, это 70+, то есть 70-75-80 рублей за доллар. Соответственно, вывод из данного видео, краткосрочно можно ждать, возможно, укрепление рубля до 55, а текущих значений это минус 9-10%. Поговорим о том, как использовать эту информацию, что стоит делать. Я категорически не советую, наверное, покупать доллары в спекулятивных целях, ждать, когда он будет 55 или шортить там от 60 и покупать потом по 55 с целью достижения значений 70-75 рублей. Как лично я смотрю на эти возможности. Если курс рубля будет укрепляться и пойдет в диапазон 55, все компании-экспортеры, у них поплывет финансовая отчетность, у них поплывет выручка. Выручка в рублевом эквиваленте, потому что рубль крепкий, соответственно, выручка в рублях уменьшится. Выручка в рублях уменьшится, соответственно, по моделям оценки компаний, по дисконтированию денежных потоков, инвесторы на эти бумаги смотреть не будут. Ну, то есть, они будут, ну, компании будут или убыточные, или у компании не будет прибыль, соответственно, говорить о каких-либо дивидендах в ближайший год точно не будет приходиться. И на этом фоне акции будут распродаваться. Это важный показатель, да, потому что рынок, он опережающий. То есть, снизились цены, выручка упала, прибыли нет, дивидендов нет, соответственно, зачем эту компанию держать в инвестиционном портфеле, ее нужно продавать. И большинство именно таким образом будет поступать. Помимо всего прочего, если, как я говорил, у правительства Центробанка не будут найдены рыночные инструменты управления валютным курсом, я не исключаю того факта, что будут выпускать нерезидентов из российских облигаций и российских акций для того, чтобы укрепить доллар непосредственно. Потому что тогда иностранцы и дружественных, и недружественных стран будут продавать акции российских компаний. Почему продавать? Потому что я объяснил, что у них поплыли уже финансовые показатели. Смысла их сейчас держать нет, потому что они не зарабатывают. И в этом случае нерезиденты будут выходить, продавать акции российских компаний, экспортеров и покупать валюту. Ну, то есть, по сути, некий рыночный механизм. И это приведет, вы убиваете двух зайцев. Если бы я находился в правительстве, то в этом случае я мог бы убить, в принципе, двух зайцев. Каких? Ну, во-первых, я не выпускаю нерезидентов, у меня рынок становится локальным. Второе. Акции российских компаний снижаются. И средства Фонда национального благосостояния можно спокойно инвестировать в упавшие акции компаний-экспортеров. Параллельно это приведет к тому, что курс доллара будет расти. Будущий рост курса доллара приведет опять-таки к тому, что у экспортеров опять изменится оценка. И то есть, мы получим некий такой волнообразный скачок. То есть, вы для бюджета делаете хорошо, он у вас пополняется к концу года значительными поступлениями за счет экспортеров. Потому что валютный курс вырастет, а экспортеры не держат эту валютную выручку на счетах. Соответственно, они смогут продать валюту по более высокой цене и наполнить бюджет. Средства Фонда национального благосостояния будут перенаправлены в акции компаний-экспортеров, которые снизятся за счет выхода нерезидентов. И, соответственно, рост курса доллара будущего и удержание его на значениях 70-80 приведет к тому, что экспортеры себя будут чувствовать достаточно хорошо. Параллельно они часть потоков смогут перенаправить с Европы в Азию. И у них, в принципе, тогда с финансовыми показателями все будет достаточно хорошо. И опять изменятся оценки этих компаний. И снова будет возможность для выплаты дивидендов. И за счет этого будет пополняться в том числе дополнительный бюджет. И поэтому, когда мы говорим о курсе доллара, даже если вы купите валюту в спекулятивных целях, количество инструментарий ограничено. Брокеры вводят дополнительную комиссию за хранение валюты. Банки вводят комиссию за хранение валюты. Снять наличные доллары вы не сможете. И поэтому, получается, даже если использовать этот инструмент, у вас будут дополнительные транзакционные издержки даже на хранение купленных долларов, если вы купите по 55. Потому что, опять-таки, банки будут использовать. Я говорю об обратной истории про последствия второго порядка. То есть, что нужно правительству, что нужно государству. И через какие инструменты можно непосредственно это отыграть. Если у нас, соответственно, курс доллара снизится до 55, в текущих обстоятельствах акции компаний-экспортеров, металлургов могут снизиться еще порядка 10-15 до 20-30%, если будут выпускать нерезидентов. Соответственно, в этот период можно сформировать долгосрочный инвестиционный портфель, который на горизонте 3-5 лет будет обеспечивать очень привлекательную дивидендную доходность. Покроет вам прибыль, которую вы могли бы получить за счет изменения валютного курса рубль-доллар. И вы будете владеть реальными активами, которые создают прибавочную стоимость. Потому что государство будет поддерживать экспортеров. Хотим мы этого или не хотим. Потому что здесь рука руку моет. Все хорошо, если у экспортеров. Если у экспортеров есть прибыль, значит, есть налоги, есть поступление непосредственно в бюджет. Если вы все-таки хотите хранить доллары, если вы все-таки хотите покупать, по ссылке в описании под данным видео есть небольшой мастер-класс, каким образом покупать валюту сейчас, не платить банкам бешеную комиссию, иметь валютную позицию, застрахованную, да, если вы непосредственно хотите оперировать валютой, находясь на территории России через российского брокера. У меня же сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи, всего самого хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok